Ура 6-6, приемы и встречи. Этот день для ветранов Великой Айчиной будет вельми насыщенным. Удельник войны Вольга Копытько сегодня проживает в Брагинском районе и по макшимости примает удел во всех проводимых мероприемствах. С кавалером боевых узнагородств встретился Олег Сентяров. Тут проживает у денег Великой Айчиной. Ранее такие шильды можно было увидеть на шматых домах, но сейчас их уже можно лежать редкостью. Сегодня во всем Брагинском районе засталось всего 6 непосредственных уделников войны. На фронт Вольга Левченко трапила в 43-м, одразу после вызволения ее родные везки Лукаеды. Тогда ее не исполнился еще и 17-ти годов. Это потом везку переименовали Укирова, а сама Вольга до конца войны вышла замуж и изменила прозвище на Копытько. Правда, до этой подеи еще необходимо было дожить. Подчас службы у Червоной армии Вольга была и санитаром, и в разведку ходила, и под обстрел не одной четропляла. Ее боевые шляхы значены самыми поваженными солдатскими медалями за одвагу и за боевые заслуги, а так само трыма подяками верховного головного командующего. Было все, я же говорю, и замерзали, и в окопах, и дождик, и ой, да и все. Война есть, война, что там, не дай Бог. Зараз возле Копытько идет 93-й год. Здоровье, кажу, уже не то, что ранее, але издаваться женщина не сбирается. Ясне летость с дома выходила у основном у обудку на аптасах. Зараз у ее планах наведывания Камаринской середней школы. Ее учни приходят с веншаваниями до ветерана на периоды дни усих державных свят, але непосредственно в школе Вольга Копытько бывает нечасто. Першими до женщины подоходят учни молодших классов. Заправданного ветерана войны яны ясне николе не бачили, а узнагороды на кителе у Воглю выкликают великий интерес. Некольких хвилин, на протягу яких женщина разговаривала с хлопчиками, запомнится им надолго. У Воглю мы так гэтага приходу наведывания школьного музея. Ветерана знаемысь с проводимой тут акцией «Бесьмаротный полк». У ее рамках наставники и школьники сбирали материалы своих родных, у денеках Великой Ачины. Кульминации стал парад, на які наученцы пришли с фотоздымками своих родков ветеранов. Дети вышли с фотографией именно своих родственников. Не кого-то там, кого они не знают или просто слышали, а та семейное предание какие-то или истории, которые хранились в каждой семье. Они, вот, дети знали. Цель была вот эта воспитательная, чтобы помнить. Почас Великой Ачины из Камарына на фронт пошли 103 жихары. Сегодня тут проживают у всех три ветераны. 9 мая Волька Копытько примел дел по урочистам приема, який пройдет в Брагине. День перемоги для Ее Святомых, чем она вот больше значная, чем урасный день народжения. Войну червона армейц Копытько закончила у Берлини, и до этого часу добра памятая, як у Ее родном 110-м Метстанбате 181-й дивизии 1-го украинского фронта сустрели поведомления об капитуляции Германии. Помню, такой день был хороший, все на волю вышли, такая маёвка была, лук такой был, все там, все рады, обнимались, целовались, родили одно другому. У меня дочка такая обнимается, целует, у меня дочка такая. Радости было от и до. Олег Синчаров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Брагинский район.